МОСАДА МОСАДА и КУМРАНА Есть потрясающе красивый оазис, который обязан своим процветанием источнику Агнцер или источнику Козленка. На иврите и на арабском, а может и на всех семитских языках, Эйн Гедин. Царь Соломон в «Песне песни» поет о виноградниках Энгадовых. А впервые книга Бытия упоминает об этом источнике уже в 14-й своей главе. Идти от стоянки до самого источника вполне прилично, но не устаешь, потому что дорога очень красивая. Нет-нет, да и встретишь кого-нибудь из братьев наших меньших. Но однажды мы поленились или просто забыли купить на входе воды. «Ничего, попьем из источника», – сказала матушка, – «из того самого, из которого пил царь Давид, когда скрывался в этих местах от царя Солома». Время жаркое. По-моему, это был июль или август. Рядом мертвое море, самая горячая точка планеты. Доходим до источника язык на плече и видим огромный белый плакат, а на нем написано «Пить из источника запрещено». Наверное, в этот момент что-то было написано на наших лицах, потому что одна еврейская мама, а это был выходной, и там было много семей, протянула своей девчушке бутылку и попросила отнести матушке к христианке. Матушка попила сама, угостила нас, завинтила бутылку и попросила девочку отнести ее обратно маме. А мама запротестовала «Нет, нет, нет, вы здесь больше нигде воды не найдете». Так что запасайтесь водой и сухим пайком, потому что лучшего места для того, чтобы перекусить, чем сцена «Песня любви Соломона» просто не найти. Редактор субтитров А.Семкин